Apple – самая экологичная корпорация в мире, где люди ходят в одежде из переработанного пластика, а айфоны пересобирают из старых. Куда сама матушка природа приходит с проверками, где даже цветы растут сами по себе. А кислорода вообще столько, что голова кружится. Именно такое впечатление создает компания из Купертино из одной презентации в другую, уделяя все больше времени экологичности своих продуктов. Так, уменьшение выбросов – ага, есть. Разработка продуктов из переработанных материалов – тоже есть. Меньше доставок с помощью самолетов – да, сделали. Убирание блоков зарядки для телефонов и в некоторых странах для планшетов – стоп. Спору нет, стремление к увеличению экологичности производства и в целом компании как таковой – это хорошо. Но колоссальное множество решений компании вообще никак не укладывается в эти рамки. Точно так же, как в случае с мнимой смелостью убрать порт для наушников из телефона, лишь чтобы максимально зафорсить продажи своих беспроводных наушников, Apple экологична только до тех пор, пока на пути этой экологичности не стоит прямой доход. Сегодня об этом поговорим. Как пытающаяся быть самой экологичной, компания в некоторых случаях сделает все, чтобы не дать пользователям по-настоящему экологичный опыт использования. Ремонт устройств. Не секрет, что макбуки, айфоны и айпады год за годом получают критично низкие оценки от специалистов по ремонтопригодности. В каких-то случаях это частично оправдано. Ну, например, влагозащита не позволяет просто так вскрыть гаджет, а минимальная толщина требует использования клейких веществ вместо винтиков. Но этим дело не ограничивается. Каждая компания хочет, чтобы вы приходили ремонтировать свои гаджеты, либо к ней, либо к ее официальным представителям. Почему? Ну, тут играет роль множество факторов. Например, в таком случае компания контролирует поток компонентов. Таким образом можно обеспечить должный уровень качества. Но еще ведь можно и устанавливать цены на детали, зарабатывая еще и на этом. А контролируя и минимальную цену на тот или иной ремонт, можно подтолкнуть клиента просто обновить устройство, если ремонтировать его клиент посчитает невыгодным. Все козыри в руках. А в какой-то момент можно объяснить устройство устаревшим. Прекратить поставлять детали и ремонтировать, и погнать все-таки обновляться тех людей, которых перейти на новый гаджет не убедит даже прекращение программной поддержки. Конечно же, все вышеописанное это чистая теория. Но контролировать процесс ремонта в любом случае в интересах компаний. По Самсунгу тут недавно появился инсайт, что компания требует от сервисных центров сообщать ей обо всех случаях, когда выявили неоригинальные детали в смартфоне. А пиксели, так и вообще, судя по соглашению о ремонте, вам могут не отдать, если обнаружат в телефоне неоригинальную деталь. А уж с Apple уверен, все куда строже, в плане попыток пресечь распространение более дешевых аналогов оригинальных деталей. И с одной стороны, что за фигня, это мой телефон, и если я захочу, могу в него вообще встроить лазер, не ваше дело. А с другой, ну логично, компания не может обеспечить нормальное функционирование железа со сторонними деталями. Ведь такую планку качества, как Apple, держат далеко не все. И тут возникает желание все же пооправдывать немножко компанию Apple, но нет. Дело в том, что до недавнего времени Apple вообще не разрешала ремонтировать свое устройство не авторизованным сервисным центром. Просто не давала доступ к оригинальным деталям. И уверен, не изменила бы этого, если бы не американские законы. В конце концов, компания все же сдалась и разрешила не только сервисным центрам, любым, а по сути вообще каждому человеку ремонтировать свое устройство самому, поставив неадекватные цены на компоненты, заполняя кучу форм и документов и пройдя 9 кругов ада. Прям видно, да, насколько это в интересах Купертино. И это еще не все. Множество деталей привязаны друг к другу внутри смартфона. И нельзя просто снять оригинальную деталь с одного айфона и переставить ее на другой. Вам придется менять дополнительные детали, а в некоторых случаях и прошивать устройство, чтобы оно подумало, что все детали действительно из одного комплекта и точно будут корректно работать друг с другом. И если борьбу с неоригинальными деталями все же можно оправдать, то вот максимальное усложнение ремонта устройств, неадекватные порой цены на компоненты и привязку деталей друг к другу в рамках одного устройства уж никак нельзя назвать экологичным решением. Ведь конторы из-под полы все равно достанут не одну сотню китайских деталей и придумают сотню способов обмануть все проверки Apple. Вот только клиент при этом получит худший опыт использования, чем мог бы, если бы оригинальные детали Apple стоили дешевле и продавались везде. А проверить их можно было бы на сайте компании, например, как гаджеты. Вот это настоящая экология. Ну а контроль ремонта на всех этапах не что иное, как попытка максимально заработать на всем. А может быть и убедить клиента просто сдать устройство в трейд-ин, купив новые. При этом не стоит забывать, что с жизненным циклом устройства от Apple, который большой, если человек хочет активно и долго использовать устройство, ему нужно будет заменить батарею минимум дважды. Чехлы для айфонов. Я не знаю, как дизайнеры в Apple находят время спать и дышать. Дизайн последних айфонов так сильно отличается из года в год. Ну прям бедняжки. У них правда очень сложная работа. Сделать дизайн телефонов похожим внешне. Но обязательно сделать так, чтобы чехол от старого не подошел на новые и за разницы в доли миллиметров. Поэтому даже если у вас какой-нибудь сверхпрочный чехол вроде SP Connect Extreme или UAC Monarch, выдерживающий, блин, падение с самолета, и с которыми можно спокойно ходить хоть три года, к следующему айфону, такие чехлы все равно не подойдут, делайте с ними что хотите. У меня дома валяется такой склад чехлов к айфонам, что мне иногда стыдно, а его могло бы спокойно не быть. С айпадами при этом все иначе. Дело века-френдли? Возможно. А может быть просто в том, что мало кто будет покупать новую клавиатуру вместе с новым планшетом и предпочтет ждать более эмейзинговых нововведений еще год с уже имеющимся комплектом. Тем более, что нововведений, мягко говоря, немного. В этом плане классная ситуация с чехлами сейчас только у макбуков, многие из которых не меняли корпус уже там по четыре года. И еще один пункт, связанный с чехлами. На презентации пафоса было очень много. Оно и понятно. Заменить кожу правда сложно. Потратили много ресурсов на разработку и выкатили решение, чтобы ни одна корова больше не пострадала. Опустим тот факт, что коров все равно убивают ради мяса и кожу логично было бы куда-то девать. В общем, экологично? Очень. Красиво и премиально? На первый взгляд, да. Вот только такой чехол через месяц хочется выбросить и купить что-то менее инновационное и трендовое. Что-то, что хотя бы немного подходит для использования в условиях планеты Земля. Чехлы превращаются в адское нечто, царапаются, становятся грязными. Можно выбрасывать и покупать новый, между прочим, по той же цене, что и был чехол из кожи. Очень-очень выгодно. Да, в некоторых случаях это все даже очищается, но не в случае репутации Apple. По слухам, компания уже прекратила производство чехлов Fine Woven. И на мой взгляд, справедливо. AirPods. Подсы это вообще прям самый неэкологичный гаджет Купертино. Они очень сложно ремонтируются. Если у вас сломались подсы во время гарантийного периода, компания в большинстве случаев просто их меняет. Иногда так и вообще гораздо проще купить отдельный наушник и привязать его к комплекту. Да и в негарантийных случаях только так и можно сделать. Люди теряют эти наушники пачками. А уж сколько людей пали жертвами потери кейса еще до того, как Apple прикрутила к ним локатор. Не говоря уж о том, что все, абсолютно все, подсы и кейсы к ним глянцевые. И этот пластик, мягко говоря, не особо крепкий. Малейшая царапина, и ты ее видишь. Ну и, конечно, отремонтировать монолитный пластиковый кейс или даже кейс из двух частей, если ты выломал из него кусок, просто невозможно. Удивлен, как Грете Тунберге еще не снится Тим Кук в кошмарах. Как она не возглавляет протесты против AirPods'ов. Ну а Apple на их неэкологичность можно просто закрыть глаза, потому что бизнес по продаже одних этих наушников прибыльнее, чем одни из самых больших компаний Америки. Аксессуары. Огромное количество переходников к MacBook'ам и iPad'ам, выпущенных самой Apple, почти нереально уложить в голове. Они-то якобы эко-френдли, но все с пластиковым корпусом и, конечно же, продаются упакованными в индивидуальные красивые белые коробки. Особенно острая необходимость в донглах чувствовалась с MacBook'ами, начиная с 2015 года и дальше, когда даже купив iPhone, нужно было приобрести еще один кабель или адаптер, чтобы подключить его к MacBook'у. И чаще всего этот самый Original Apple Adapter, одна штука, превращает порт Type-C в какой-нибудь другой, но тоже только один. Чтобы сразу выпустить какой-нибудь хаб с набором базовых портов популярных, это не к Apple. Богу донглов нужно больше донглов. Если бы не другие компании, с MacBook'ами лет 7 мы бы страдали гораздо больше. Благо, Apple популярна, и других хабов существует миллион. Кажется, кто-то упускает очевидную прибыль. А еще ведь есть блоки зарядок. Видите ведь, как в последнее время Ugreen или Anker набирают дичайшую популярность? И уже сейчас можно купить один блок питания. И с тремя, и с четырьмя, и с шестью портами какой угодно итоговой мощности, вплоть до 300 Вт, и подключать как дома, так и в дороге большое количество устройств. Но у Apple максимальное количество портов в блоке зарядки – это 2 USB-C. Ну а по мощности так и вообще 35 Вт. Это в четыре раза меньше, чем пиковое потребление мощности у современных MacBook'ов. Ну а про кабели вообще молчу. Оригинальный Lightning кабель в голове уже чаще представляется порванным, чем целым. И это не просто так. Они в каком-то смысле стали легендой. В плохом. Их оболочка настолько экологичная и биоразлагаемая, что у большинства людей она начинала разлагаться с самого начала использования кабеля. Особенно в точках соединения со штекером. В итоге вместо этого экологичного облезлого тюльпана просто приобретался какой-нибудь нормальный кабель с более долговечной традиционной оболочкой. Или вообще нейлоновой оплеткой. На которых Apple, благодаря программе Made for iPhone, тоже зарабатывала немало. А еще вот, например, Apple Watch без ремешка купить нельзя. Хотя вот ремешков у многих людей так много, что новый им точно не нужен. Ну объективно. Короткая жизнь iMac. Помните, был такой iMac Pro. Вышел в 2017, а в 2020 вышел MacBook Air на M1. И в множестве задач уже был мощнее, чем эта зверюга. Но экран-то у iMac отличный. До сих пор цвета невероятные. Многие используют эти компьютеры до сих пор. Особенно, когда дело касается работы с цветом или текстом. Особенно, если нагрузка на процессор не очень большая. И логично было бы дать iMac вторую жизнь, позволив использовать их в качестве монитора для других компьютеров. Например, в нашем случае можно было бы использовать железо MacBook'а и экран iMac, делая монтаж и цветокоррекцию. Какое-то время такое решение существовало и называлось Target Display Mode. Можно было использовать iMac как красивый и качественный монитор для своего MacBook'а. Или подключать к более новому Mac Mini через несколько лет. Да хоть с ПК или PlayStation'ом использовать через переходник. Правда, приходилось включать iMac, если вы не хотели держать его включенным постоянно, и нажимать определенное сочетание клавиш. То есть, и лишнюю клавиатуру надо было держать под рукой. Но и так было неплохо. Вот только с выходом моделей с разрешением 5К все это закончилось. И в результате вторичный рынок просто завален моноблоками с отличными даже по современным меркам экранами, но откровенно устаревшим железом и отсутствием поддержки новых версий macOS. Apple, конечно, объясняли решения особенностями встроенных видеоадаптеров. Но зная огромное количество нестандартных решений, например, сдвоенные видеокарты для Mac Pro, распаянные на одной плате, которыми купертиновцы озадачивали производителей комплектующих, почти с уверенностью, можно сказать, если бы действительно захотели, смогли бы реализовать. В конце концов, отдельную железку для этого выпустить. А ведь как было бы здорово сейчас просто взять и подключить Mac Studio к нашему iMac Pro. А остается вот только как The Makers, любоваться фильмами, да, тексты писать. Посмотрите его видос, там прям отлично все рассказано. Ну, а этому видео можете поставить лайк, подписаться и написать в комментариях еще примеры самых экологичных решений во вселенной от Apple. А мы пойдем делать новое видео. Всем спок. Пау! Продолжение следует...